Всем привет эсранцами и самое наилучшее пожелание. Рада вас видеть на канале Лилия Франции. Так, сейчас я... У меня сегодня выделен специально целый день для поездок по всем местам, где я была, где я могла оставить свою камеру. Ну, в общем, сегодня у меня будет день поисков Лиля Шерлок Холмс. Ладно, будем надеяться, все-таки она найдется, потому что я такой человек, я очень привязываюсь к вещам. И особенно те, которые классные, и тем более, что я ее использую практически каждый день. И вот интересно, как получается, когда у тебя плохое настроение, ты как-то вообще все вещи видишь в каких-то темных красках. В общем, не люблю я такого настроения и всегда сама себе говорю и другим даю советы в том же ключе, что когда тебе плохо, когда у тебя дурные мысли, нужно думать о позитивном и нужно разговаривать о позитивном. Так что сейчас специально решила сесть, попить кофе и поговорить на тему достаточно интересную и мне, как приятные воспоминания, и вам, моим зрителям, как какая-то информация из другой страны, из как бы других традиций. Да, что еще, что еще, что еще? Самое интересное сегодня, вот я встала утром и выключаю будильник и смотрю на дату. Боже, конец сентября. Это вот только мне так показалось, что сентябрь пролетел практически, не успел он начаться. И вот только-только вот я была в Украине, только-только вот этот сентябрь, что мы первую неделю были там, и уже конец этого месяца. Ну, в общем, как-то время, последнее время летит, не летит, а вообще, наверное, со скоростью реактивного самолета. Ладно, давайте о соседях. Ну, я сразу хочу уточнить, чтобы потом не было никаких там толков, пересудов, поправлений в комментариях, что вот, а у нас соседи не такие, а у нас традиции не такие. Я не могу рассказать, какие традиции у вас или у кого-то, и буду рассказывать только о тех соседях, с которыми мне как-то велось жить по соседству во Франции. Расскажу о соседях в первом доме, где я жила, расскажу о соседях, которых мы имеем сейчас, и расскажу о соседях, поскольку у нас был период, что мы вынуждены были из-за работы снимать квартиру совершенно в другом месте, на Лазурном берегу, и как бы в течение полгода нас окружали каждый раз, практически через каждые 10 дней другие соседи. И хочу рассказать о взаимоотношениях между людьми, между соседями, как бы вот на юге Франции, давайте так скажем. Итак, когда я приехала, естественно, ну, в любом случае ты представляешь себе одно, и зачастую это не совпадает с реальностью, так было и у меня. Я думала, что, ну как, соседи-соседи, и постепенно, как-то потихоньку я с ними, со всеми познакомлюсь. Но не тут-то было. Во-первых, во Франции есть такая, ну, я не знаю, не буду утверждать, что это традиция, но в большинстве случаев, если ты планируешь какое-то мероприятие или какую-то вечеринку у тебя дома, то, естественно, нужно предупредить соседей заранее. И так было и в нашем случае, поскольку я приехала, и у меня был день рождения, и через неделю у нас была свадьба. Естественно, мой супруг примерно где-то за месяц разложил соседям ближлежащих домов в почтовые ящики, что такого-то, такого-то числа у нас будет вечеринка по случаю приезда и дня рождения моей будущей супруги. Затем через неделю будет свадьба, и что приносим, как бы, ну, не извинения, а надеемся на понимание, что если мы будем доставлять вам какие-то неудобства, то это не просто так, а в связи с такими вот торжественными событиями. И как только я приехала, буквально в течение первой недели, это была такая суматоха, потому что нужно было сделать очень много дел, и в незнакомом городе, с незнакомыми людьми, с незнакомой кухней, ну, в общем, нужно было практически организовывать свадьбу, спасибо огромное Наташе, она огромную часть всех забот взяла на себя, но, тем не менее, у меня тоже голова была вот такая. И вот, представляете, когда вот такое вот всё происходит, к тебе ещё приходят знакомиться соседи, и когда ты не понимаешь, что они тебе говорят, они тащат какие-то там домашние выпечки, как они называются, ну, вот эти тарт-татен, пироги, какие-то коробки конфет, бутылки вина, и ты не понимаешь, то ли, что тебе делать вообще с этим, потому что мне приходилось открывать двери, и вот так вот они мне что-то говорят, тычут эти свои подарки, а я, ну, в общем, и целоваться же лезут, а я же тоже думаю, ну, целоваться у нас-то никто не целуется, и, в общем, для меня это немножко был такой стресс. Потом, конечно же, после первой пары, второй пары я уже говорю с округу так и так, мол, типа, ну, ой-ой-ой, я тебя не предупредил, у нас, мол, как бы отношения с соседями достаточно хорошие, близкие, и когда, ну, кто-то приезжает там, или вот, ну, как вот у нас, что бракосочетание и так далее, то соседи приходят с новыми соседями знакомиться. Но обычно это, когда ты приезжаешь, то ты несёшь какие-то там дары, ты, ну, дары, ты можешь отнести бутылку вина, ты можешь отнести коробку конфет, но в основном почему-то здесь считается самый лучший вот такой вот подарок соседу, это тобой испечённый пирог. И как бы муж быстренько взял ситуацию в свои руки и просто-напросто он сделал вечеринку, которая меня вовлекла вообще в полный шок, он пригласил соседей на аперитив. И я помню, что мы поставили столы, пришлось купить стол, потому что, ну, было недостаточно большое, поставили столы для, возле бассейна, вот так вот, к подъезду к дому, ну, в общем, и пригласили всех этих соседей, как бы, чтобы сразу он, он решил почему-то, что так будет проще, что я сразу со всеми познакомлюсь, а представляете, сразу со всеми познакомиться, ты не знаешь, кто это, что это, ну, в общем, я тогда потерялась абсолютно на все 100%, и была такая на него злая, что даже передать не могу, насколько. В общем, они там все по-французски щебетали, ели эти бутерброды, и я вообще сначала испугалась, что мне придется на всю эту арабу готовить, но нет, как бы аперо здесь ты без проблем покупаешь в Бушери, ну, как это, в мясной типа магазин, мясная лавка, там продаются разные колбаски, разные вот такие вот штучки, в общем, закусочки, и ты уже, как бы, все это выставляешь на стол, затем можно заказать там помидорчики, ну, в общем, ладно, это не важно, стол без проблем организовал все, но вот это вот соседи, и все же спрашивали, все пытались как-то на английском что-то у меня спросить, как мне, что тут во Франции, как мне и что тут, когда тут, господи, пару дней ты всего находишься. В общем, первое знакомство с соседями для меня было в большом стрессе, вот я помню, что у меня была паника, мне было неуютно, мне было неудобно, мне хотелось, чтобы скорее все это закончилось. Конечно же, потом все стало намного проще, я уже поняла, кто где живет, а так я, ну, сразу все пришли, и я вот так вот, ты не можешь, это то же самое, когда ты приходишь на свадьбу, и там миллион гостей, ты не знаешь со стороны невесты, со стороны жениха, так и здесь было тяжело. Но потом отношения с соседями у нас, в принципе, складывались очень хорошо, потому что, когда мы уезжали, и всегда они приходили там, то один, то другой сосед, мы оставляли ключ от дворота, и они поливали, у меня же там огород был, поливали огород, там нужно было в бассейне менять вот такой вот комбо, и туда складываются специальные такие таблетки, там с хлором, из пиаш, ну, с разными вещами, чтобы вода зеленой не становилась. И как бы соседи абсолютно без всяких, мы тоже делали со своей стороны такие же вещи, такую же услугу, и как бы это считалось вполне нормально среди наших соседей. Затем у нас был сосед-охотник, и когда он ездил на охоту осенью, он всегда, всегда, постоянно, вот когда они там забивали кабана или еще там кого-то, нам доставалось или какой-то кусок мяса, или нога от этого кабана, ну, в общем, всегда нам что-то перепадало. Если они ездили за грибами, то привозили кошелку грибов. В общем, я со своей стороны, конечно, старалась всегда при поездке в какую-то такую страну, особенно когда с Украины, то я привозила пряники, водку, вот эту красную икру, халуну, ну, в общем, зефир, какие-то такие вот именно наши традиционные сладости или наши традиционные какие-то закуски, они от этого просто таяли. И такие же самые отношения, что если они там какие-то праздники устраивали, то в нашем почтовом этом была записка, что будет праздник, что тебя предупреждают, так же, если ремонт начинался. Ну, в общем, в принципе, как пожаловаться я не могу. Ну, затем при переезде сюда, конечно, как, каких-то таких именно там, вот супер, мы, конечно, встречались, там соседка напротив, и разговаривали, там беседовали, но таких вот как бы задушевных посиделок, как вот с соседкой, которая у меня здесь, у меня не была здесь. Когда мы переехали, я могу сказать одно, потому что мы очень долго до переезда, сколько год, наверное, то и больше, делали ремонты, полностью мы все разрушили полностью, все это приходилось заново строить, приезжали постоянно машины с бетоном, с цементом, с какими-то стройматериалами, здесь куча рабочих постоянно была, и в гараже стояла бетономешалка, ну, в общем, перекладывалась крыша заново, здесь ремонт был конкретный, в общем, практически то же самое, что строительство нового дома. И я, конечно, старалась, я практически, ну, раза два, наверное, в месяц пекла торты, и всем вот этим вот, ну, моим соседям, каждому по торту приносила, муж покупал вино, на Рождество мы всем по бутылке шампанского, по коробке конфет, ну, в общем, всегда старались как-то, мы прекрасно, что ты понимаешь, что ты доставляешь большие неудобства людям, которые живут рядом, но могу сказать, что они настолько терпеливо все это вынесли, что просто браво, просто браво, я не знаю, я бы, наверное, уже у нас вот здесь, вот сколько, около месяца, да, ну, как только мы вернулись, и вот начался ремонт, буквально 3-4 дома от нас, и тоже там ремонтируют, и вот этот дрель, вот эта бетономешалка, вот этот тюк-тяк, тюк-тюк-вак, бах-бах, в общем, и особенно вечером, когда ты ужинаешь, это напрягает, ну, неприятно, а тут представляется вообще рядом, в общем, соседи, я могу сказать, что они просто молодцы, здесь мы устраиваем посиделки, мы ходим друг к другу пить кофе, мы можем попросить друг у друга стакан сахара, стакан муки, стакан молока, но в основном здесь не принято, как бы, к соседке забежать за чем-то, солнце начинает вылезать, будет Лиля загорать, думала, успею, но нет, так, ладно, отхожу от темы, и в основном здесь как, они не покупают муку на развес, здесь она в пачками идет, и в основном, если ты едешь за покупками, ты едешь, покупаешь килограмм 5, и если ты приходишь за мукой, тебе дают килограмм, ты потом покупаешь, отдаешь килограмм, когда вот семейные пары, если живут там муж, жена, то среди соседей, я заметила, не принято просить какие-то там, все знают, что у нас очень много там каких-то разных инструментов и так далее, но никто не просит, здесь проще пойти купить, чем попросить, конечно, вот, ну, как вот наша соседка, она живет одна, и здесь даже не обсуждается, если ей что-то нужно, хоть я, хоть муж, мы всегда придем и поможем, и сделаем, и дадим там, что ей нужно, потому что, ну, как бы, отношения достаточно даже, можно сказать, сверххорошие, тву-тву-тву. И затем праздники, дни рождения, да, иногда мы, если, как бы, устраивается день рождения где-то в ресторане, то нас приглашают, мы приглашаем, а если чисто в семейном кругу, то эти праздники обходятся без соседей, но на Рождество, на первый день Нового года или, как вот в этом году, в новогоднюю ночь, нас соседи приходили поздравлять, когда мы приходим поздравлять, и если какой-то большой там праздник, свадьба, или там Кристины, там Родины, то приносятся не кусок торта, а вот здесь вот они, как бы, делают такие вот саше-пакетики из такой прозрачной вуали, и туда укладываются разные небольшие конфетки, это может быть арахис там в какой-то глазурь или в шоколаде, ну, в общем, что-то такое маленькое, и их раздают гостям на вот этих мероприятиях, таких как свадьбы, как Кристины, и раздаются вот соседям, и там написана дата этого мероприятия, и в связи с чем это связано, вот такая вот есть традиция ещё. А так, конечно, да, если ты в хороших отношениях, то ты можешь там попросить какой-то совет, или там можешь попросить там покормить твоего кота, или полить твои цветы, конечно, это случается, но процентов, наверное, 80 предпочитают обращаться или к своим родственникам, или же это не из-за того, что они там не доверяют соседям, а просто, ну, чтобы не доставлять здесь, не принято доставлять свои проблемы, как бы перекладывать на кого-то другого. Так что вот так вот. И отношения, если, могу сказать, что не очень близкие отношения складываются с людьми, которые не хозяева домов, а которые арендуют, поскольку они как-то, ну, понимают, что как бы они здесь временно, и такие отношения, ну, не то, что натянутые, а достаточно сдержанные предпочитают иметь. У нас одно время снимал молодой человек квартиру, и к нему приезжал друг. И вот этот друг постоянно ставил свой мотоцикл возле нашей входной двери. И когда ты выходишь один раз, я как бы, ну, есть возможность выползти из дома, я помолчала, думаю, ну, ладно, у них вообще нет подъезда, у нас как бы немножечко есть углубление такое, и что можно припарковать. Хотя стоят везде знаки, что на нашей улице парковаться нельзя категорически. И я раз промолчала, два промолчала. Потом однажды мы с Миленко, и как раз в тот день мы проспали, пытаемся выйти, я открываю двери, и мотоцикл припаркован настолько близко к дверям, что чтобы выйти, мне нужно залезть на мотоцикл, перелезть и вытащить Миленко. Иначе ты из дома не выйдешь просто из дверей. И, естественно, я подняла большой скандал, наверное, даже слишком большой. Но больше этот друг у нас не парковался, потому что я понимаю, что нужно быть жантий, это, ну, как, добренький. Но когда тебе уже садятся на шею и свешивают ноги, я такого не люблю. Будь даже этот парень и хозяином, я бы поступила точно так же. Я точно так же все бы высказала. Но это ненормально, ненормально. Потому что нужно уважать людей, которые живут рядом с тобой. Я же ведь к нему уважительно отнеслась. Я же не стала ругаться. В первый раз припарковался и припарковался. Есть возможность выйти. Есть все, проблемы нет. Но, извините, когда уже так, тогда и я так. А так, в принципе, никаких инцидентов, слава богу, у нас не было. Иногда соседи получают посылки за тебя и расписываются. Иногда ты получаешь за соседей посылки. Конечно, нужно стараться с людьми, которые живут рядом с тобой, иметь хорошее отношение. Поскольку я считаю, что они достаточно важные люди в твоей жизни. Поскольку ты можешь ехать, отдыхать. Ты можешь куда-то уйти и не волноваться относительно того, что там что-то случится, а твой сосед даже глазом не морнет. Когда отношения дружеские, когда отношения хорошие, то, естественно, ты более спокоен. Вот так вот. Так, ну, наверное, я все рассказала. А, нет, не все рассказала. Когда ты, вот когда мы ездили, снимали квартиры, то, естественно, это в нескольких городах на Лазурном берегу. Это был Лалаванду, Сандропе, Куавальмер, Кавалерсюрлямер, по-моему. Еще там несколько. Ну, в общем, как бы вот это все на Лазурке. Вот эти вот небольшие города. Ну, они даже, наверное, ну, как городки, поселки, как их можно назвать. И мы снимали квартиры, и соседи, которые жили там, иногда это были люди, которые постоянно там живут, но в основном вот в таких вот местах покупают квартиры иностранцы или же французы, которые уже на пенсии и сдают вот эти квартиры, чтобы иметь дополнительный доход. Вот не в сезон, они живут там сами на побережье, и в сезон они могут уехать и в Париж, и в Лион, и в Нанд, ну, в общем, в различных городах Франции проживают. И поэтому иногда вот в начале сезона, я помню, мы с апреля, кажется, да, и жили именно хозяева. А потом уже, конечно, это люди, которые приезжали именно на пляжный отдых. И тогда, честно скажу, начинался кошмар, потому что, если особенно это были туристы не французы, то вечером это были такие посиделки, очень шумные. И, ну, в общем, когда соседи не постоянные, когда соседи вот в таких вот курортных городках, вот в таких вот квартирах, конечно, там ни о каком взаимопонимании, ни о каком взаимоуважении, наверное, и речи быть не может. Потому что, как бы, люди считают, я приехал, я 15 дней здесь погулял, покутил, и я уехал, отдохнул, как я хотел. Так что иногда, конечно, в таких местах могут быть, ну, не то, что неприятности, но моменты, которые не доставляют удовольствия. Так, ладно, ребята, солнце светит уже не по-осеннему, а достаточно по-летнему. Наверное, даже буду снимать сейчас я свой этот джинсовый пиджак и поеду. Держите за меня пальчики, может, я найду свою любимую камеру. Все, всех целую, обнимаю. И большое спасибо, Наташа, вам за запрос на это видео. Надеюсь, что оно было интересным не только вам, но и другим моим зрителям. Ну, как всегда, до встречи на моем канале, в моем новом видео. Пока-пока.